снова всем доброго дня друзья начинаю свое видео для вас опять на позитиве несмотря ни на что жизнь продолжается друзья много чего насобирала сегодня в свое видео чего вам рассказать вы знаете это видео будет у нас сборная из кусочков моих видео в которых я вам показываю вот где-то я была там сначала в пабе в баре потом вчера я ездила в свой swimming pool показала вам чуть-чуть потом мы ходили я ходила к своей подруге показала вам кусочек ее сада вот ну и потом конечно же размышления с вами за жизнь пожалуй что формат формат видео будет немного необычный для меня может быть немного вас обескуражит потому что это как я уже сказала вот такая вот сборная солянка винегрет а может быть даже вам и понравится вот у нас библиотеки в райде вот такой вот help центр называется и приходят люди три раза в неделю можно здесь проконсультироваться но как вы видите консультанты тоже пожилые женщины вот уже которые на пенсии я бы конечно с удовольствием устроилась сюда на консультант консультировать но вот но меня не возьмут из-за моего английского конечно да и вообще это такое лакомое место для пенсионеров получают хорошо и работа такая знаете спокойная не пыльная поэтому они пришли конечно такую работу не дают кого-то не Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот женщина с колясочкой поехала, купила себе десятую куклу, видели, да? Поехала домой. Такая библиотека в райде у нас, вот она. Это в самом центре. И вот показала вам, какие бывают у нас истории с пожилыми женщинами, одинокими. Да мне вот сейчас она как раз выйдет. Мне кажется, что это даже и не только с пожилыми происходят такие истории, мне кажется. И не только здесь я имею в виду. Вот вы слышали, да? Ну, она вот рассказывает. Вот она, красавица. Она вполне нормальная. Ну, вот видите, и бодренькая такая старушка. Не знаю, наверное, лет 75 ей, судя по разговору. Ну вот, представляете, что у человека крыша уже съехала, да? Или как тут скажешь. Вот она показала мне этот сайт на фейсбук, видели, да? Можно там по ссылочке зайти. Каждая куколка стоит... Может быть, я, видите, не объяснила вам. Может быть, вы и не поняли большинство, о чем была речь. А речь была о том, что я увидела у нее коляска. И в коляске кукла лежит. И она ее... Сейчас дождь у нас. Она прикрыла пленкой от дождя. То есть вот эта кукла у нее как реальный ребенок. Я еще подошла. Кукла, в общем-то, весьма смотрится очень хорошо. Можно спутать даже иногда. Я поэтому подошла. Я очередь ждала. Тут книжки брала в библиотеке. Все пытаюсь улучшить свой английский. И это... Увидела эту женщину. Подошла посмотреть. Думаю, что у нее там старенькая. Там кукла. Я спросила. Говорю, это вы увлекаетесь куклами? Она мне говорит, да. И у меня их девять. И я даже покупаю. Вот видите, покупаю. Вот здесь вот через интернет. Мне показали сайт. Я покупаю этих кукол. Я говорю, и сколько примерно стоит такая кукла? Она говорит, ну вот эта, которая у меня в коляске, стоит три сотни фунтов. Три ста фунтов. Вот. Вот значит, понимаете историю, да? Значит, дальше она говорит, что вот я прихожу сюда, вот нахожу здесь этих кукол. Я говорю, а что они дома? Она говорит, дома у меня нет компьютера, потому что я не знаю, как подключиться к интернету. Вот прихожу, закупаю. Я говорю, сколько у вас таких кукол? Она говорит, у меня их девять. Вот хочу купить десятую. И все они от трехсот и выше стоят. Представляете, друзья? Я иногда вот, даже без комментариев, как говорится, ну, ну вот, может быть, единственное, что могу сказать, не хотелось бы дожить вот так вот, покупать куколок и катать их в колясках. А там вот, видите, вот это под крышей, под стеклом, это бассейн. Сейчас покажу вам его немножечко внутри. Кто-то у меня спрашивал показать бассейн. Вот я из-за стекла, конечно, показываю. Сейчас там нет никого. Ну, вот такой небольшой абсолютно бассейн. Вот сейчас даже ему крышу открыли, видите? Раздвигающаяся крыша, чтобы, когда тепло, люди на свежем воздухе под солнышком плавали. Вот такой бассейн, самый обычный. По-моему, 50 метров в длину и 6 вот таких дорожек, если вам видно. А вот здесь вот слева, вот деревянная, это сауна. Больше ничего. Там дальше вот раздевалки и все. Вот такие раздевалки в бассейне у нас. Вот, посмотрите. Я ничего не буду комментировать, я ничего не буду вам объяснять, рассказывать. Это бассейн. Английский, обычный. Раздевалка в бассейне. Душ вот такой. Одна кабинка. И вторая кабинка. Это вот такие вот раздевалки тут. Кому хочется отдельно. Но редко кто пользуется. В основном переодеваются вот здесь. Вот, посмотрите, как это все выглядит. Как говорится, без комментариев. Людей вот мало. Сейчас я задержалась, потому что ждала. Тут еще очередь уходили люди, пока сушились. Здесь вот сушилка одна, видите, фэн я имею в виду. Вот там. Вот так. Выводы делать вам в прекрасной Англии. Вы можете заметить, не очень-то и чисто. Вот такой чудесный туалет опять с двойными кранами. Как везде. Ну, здесь вполне обычно все. Обычный туалет. Да, так вот, что я хочу еще сказать. Что этот бассейн, он ведь не бесплатный. Тут надо 38 фунтов вы платите за месяц. Если вы хотите, помимо 38 фунтов, ежегодно вы должны покупать карточку пластиковую, которая стоит плюс еще 10 фунтов. То есть 48 фунтов вы платите сначала. Первый взнос, а дальше 38 фунтов в месяц. Вот опять еду мимо. Заехала на заправку. Это Теско заправка машин. И сейчас вам покажу цены. Я что-то как-то даже никогда и не показывала. Это самое дешевое. Вот сейчас посмотрим с вами цены. Здесь двух сортов бензин и дизель. Видите, вот. Значит, вот дизель 128,90 за 100 литров. Дальше бензин. Самые высшие пробы 126,90. И 121,90. Это самые дешевые. Вот 121,90. Я вот на 20 фунтов опять заправилась. Это вот моя штука. Ну и вот я вам показываю мой спидометр. Сколько тут у меня бензина. Вот видите, чуть больше половины бака получилось у меня на 20 фунтов. Это, в общем-то, потому чуть больше половины, что там уже было у меня немного. Вот. И вот такой пробег у моей машинки. Это небольшой пробег 45-440 тысяч миль. Это пробег очень небольшой для 10 лет использования машины. А также вы можете увидеть, вот, пожалуйста, температура у нас сегодня 10 июня. 15 градусов и идёт дождь. Вот посмотрите, какая погода. Всё показываю вам, как есть. Заняты, заняты. Сегодня день у нас такой. У меня, вернее, busy. Вот приехала в банк. Услышала, что здесь у них такое предложение. Сейчас это лоит банк. Предложение, если вы открываетесь за счёт, то вам зачисляется 50-100 фунтов на ваш счёт. Просто как бы в качестве бонуса. Ну, чтобы вы счета открывали. Потому что у них, конечно, счета абсолютно... Люди не хотят открывать нулевой процент. Никогда никакого нет. Хороших процентов начисления, как у нас там называется. Пенсионные, ещё какие-нибудь. А здесь нулевые все проценты. Всё снизилось. Здесь с Брекситом. На улице весна. Глубокая. Уже почти лето. И вот, я не знаю, как вы, а я начала рассаживать свои цветы. Красивая ампельная петунья. Вот у меня. Я её обожаю. Но вы знаете, хочу с вами поделиться вот одной такой вот маленькой хитростью. Возможно, не знаете. Когда я узнала об этом, как можно петунью, оказывается, вот такими вот череночками выращивать и размножать, я была удивлена. Потому что здесь у нас петунья ампельная. Очень красивая. Но она стоит дорого. Один маленький горшочек с растением стоит 7 фунтов. Это дорого. Не всегда удаётся красивой разной купить. Разнообразной. Поэтому вот что я делаю. Во-первых, это мне вот знакомая подсказала. Я теперь уже который год так размножаю свою петунью. Я либо покупаю один какой-то вот такой вот красивый, сильный кустик петуньи. И потом я его вот так вот черенками разделяю. Сейчас покажу с самого начала. Вот я разделяю вот такими вот череночками. И я эти череночки ставлю в воду для того, чтобы они пустили корни. Для того, чтобы эти черенки быстро прижились и пустили корни, я в воду добавляю перекись водорода. Перекись водорода я вам уже показывала вот эту прекрасную вещь, которая в общем-то даёт растению жизнь вторую практически. И цветы будут у вас цвести, если вы поливаете водой с добавлением перекиси водорода или опрыскиваете поливизатором, опять же, водой с добавлением перекиси водорода. Не забывайте, это очень хорошая подкормка. И как для людей перекись водорода, знаете, по нему неумывакину, так вот и для растений тоже. Так вот, перекись водорода я добавляю, ну, примерно из расчёта на пол-литра воды чайную ложку. Вот я добавила перекись водорода вот в этот раствор, я поставила. Они буквально через три дня пускают малюсенькие-малюсенькие корешочки. Не ждите, когда у вас там корешки огромные вырастут, просто малюсенькие. Вы видели беленькие корешочки на конце? И вы сразу же их пересаживаете, эти ваши череночки, проросшие, вот в обычную землю. Ну, вот ложку такую корыца, я беру любое, какое-то, в котором я покупала мясо или что, такое вот корыца, я пересаживаю в землю. Иногда накрывала я пленкой, но сейчас, вы знаете, я даже и пленкой не накрываю, просто ставлю куда-то в тень, умеренно поливаю и буквально через неделю вот она у меня вся заколосилась. Видите, вот чувствует себя прекрасно, она вся принялась уже. Только единственное, что хочу сказать, не жалейте, обрывайте бутоны, вот когда начинает она идти в бутон, цвести, общипывайте, не жалейте, потому что это тянет силу из растения. Вот она, кстати, у меня пока росла, вот такие выпустила красивые, видите, вот цветы, но я их прямо безжалостно обрезала, но безжалостно-то безжалостно, но жалко, поставила тоже в водичку с перекисью водорода. Вот они у меня сейчас тут расцветут и будет тоже красивая такая экибана. Но главное это то, что вы себе из одного растения вот сможете сделать 10-12 разных маленьких других. Вот, пожалуйста. И растет она очень быстро. Вот сейчас я уже буду пересаживать в горшки навесные, висячие, красивые, и она у меня будет все лето цвести. Вот такая вот разноцветная ампельная питунья. Я даже бывает иногда грешу настолько, когда мне что-то понравится, хожу в гарден-центры, я даже имею неосторожности там что-то отщепнуть красивенькое, вы знаете. Ну вот есть такой грех. Хотя говорят, вы знаете, что она лучше прирастает, если вы ее где-то вот так вот стащите. У нас так бабушки говорили. Вот, поделилась с вами, сама не знала, думаю, может быть, для кого-то будет вот это полезно и интересно, что питунья размножается очень хорошо черенками. Не забывайте использовать перекись водорода, когда поливаете свои цветы, и будет у вас красиво-красиво цветущий ваш сад все лето и все осень. Вот так вот. Вот так вот.